Ну что, дорогие друзья, всем здравствуйте! Вы сейчас правильно всё видите, у вас всё горизонтально, ой, вертикально! То вы привыкли, да, видеть всё в этом горизонтале. В общем, ребят, я не знаю, возвращаться или не возвращаться, но сегодня у нас коллаборация вот с этим человеком, Экс, к вашему вниманию! Всем привет! Здарова! Здарова! Сегодня у нас коллаборация, в общем, Экс сказал, хватит, хватит открывать свои сундучки, вот это там, вот это ми-ми-ми, бегать, играть. Давай серьёзную схватку. Серьёзная игра для мужиков. Да, серьёзная схватка. Кидаю вызов, погнали батлить. Но, чтобы батл не был скучным, ну, типа, знаешь, просто сыграли и всё, и разошлись, мы придумали, конечно же, условия. Но хочу сразу к вам обратиться, дорогие друзья, потому что, ну, это внезапно, это как вспышка у вас в глазах сейчас, чё, клэш-рояль, и кто такой Экс, может, никто не в курсе, в описании... Да, может быть, многие не в курсе, потому что я уже... Не, ну, Олды, Олды, а ну, в комментариях Олды, сейчас посмотрим. Смотрите, дорогие друзья, у нас сейчас будет батл, но мы хотим потом это реализовать, возможно, в рубрику. Пока без наказания, но нужны ваши идеи. Смотрите, если вам зайдёт данная тема, давайте договоримся. Вы поддерживайте лайком, подписывайтесь. В описании будет ссылка на продолжение. Вам надо посмотреть продолжение, посчитать баллы. Это как с батлом сундуков. Значит, как и вы, условия. Значит, если я побеждаю на своём канале, я зарабатываю 1 балл. Если я побеждаю на канале своего соперника, напарника, соперника, ну, в общем, побеждаю на том канале, значит, я зарабатываю там 2 очка, правильно? Да, всё верно. 1 балл за победу на своём, 2 балла за победу на... Вот, и вы должны посчитать, кто где выиграл и кто сколько баллов заработал. Пока без наказаний, но в дальнейшем, если вы придумаете какие-то нам условия для батла и наказания, возможно, будем... Мы используем. Да, мы используем. Но дайте, пожалуйста, фидбэк и понять надо, что вам это надо продолжать. Ну, если вам интересно. Да, просто мы придумывали, помнишь, мы с тобой обсуждали, что можно было делать такую фишку, как проигравший дарит своим подписчикам, или наоборот, проигравший дарит чужим подписчикам, да, то есть с канала, с канала там моего, если я проиграю... Ну, короче, понял, да, Судь? Какие-то вознаграждения, да. Кто-кто, кто проигрывает, тот дарит что-то, например, или там розыгрыш устраивает, ещё что-то, то есть, не знаю, в общем, напишите, ребят. Да, на что вас хватит фантазии, идей, это будет очень круто. Какие у нас сегодня условия? Значит, смотрите, мы берём колоды с удорожанием, то есть сначала от самой дешёвой, ну, не то, что до самой дорогой. В общем, у нас первая колода будет 2.0, можно 2.1 или 1.9, ну, то есть, там, на 0.1... 0.1 плюс-минус. Да, плюс-минус. Вторая колода у нас 3 эликсира, и третья колода у нас 4 эликсира. Но, опять же, вы видите, у меня немножечко не сходится, но это всего лишь на 1.10, да? Ой, 0.10. Да, на 1.10, больше-меньше можно. У меня тоже 3.9 последняя колода, а не 4, поэтому... Напоминаю, что у нас уже один батл записан, по ссылке в описании перейдите, оцените там, посмотрите, как мы отыграли, ну, и сейчас посмотрите, как мы сейчас здесь откатаем. Ну, что, ты готов? Либо посмотрите этот и перейдите потом, то есть, как вам удобно. Да, как удобно, отсмотрите обязательно 2 части, потому что, ну, чтобы было понятно, кто сколько баллов заработал. Мы же не знаем, кто победит в итоге, мы же не умеем считать, мы же ютуберы. Ну, вот, ну, шо, я готов? Ну, шо, ты готов? Я готов. Ну, шо, 2.0 эликсира, ребзя, погнали. Я, вы знаете, не умею дешевыми и спеллбайтом, но это будет сейчас забавно. Так, дай мне какой-то знак. Да, конечно. О, видите, и бэсбэйта, то есть, как делают киберспортсмены. Они, они уже на 4 шага впереди. Опа, я понял. Ой, ёпта, сколько мусора-то. Мортира, тычку, на. Вы понимаете тактику киберспортсмена? Блин, я не успеваю прокру... А, вот, вот, сначала... Это было легко. Блин, я только хотел сказать, они даже не кидают уже обман, они уже ровно на вышку, чтобы человек уже сам там себя запутал. Короче, я понял, ты... А я не взял, чем вышку наносить, кроме мортира. Твою ж медь. Ладно. Ещё айс спирит сейчас... Айс, сучка, выжил. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Нет, нет, скучи, я я наперёд кинул бревно. Да потому что... Вау! А где? А, о! Ты там вообще просто... Ты тоже не ожидал, да, что бревно такое сделает? Да, ты прям, прям, прям сильно-сильно снял. Ну это видно, слушай, ну это видно, но это, ну... Это так не работает дважды. В смысле, уру? Отри скелетика смотри, оп, оп, тык. Видел? Да. Наказали, наказали тебя. Рискелетика просто. Ну, так как нету тяжелых заклинаний, можно, короче, ворваться. Ага. Блин, успел. Ага, отлично. Так. Стоять, стоять. Оп, оп, оп. Блин, как меня бесит эта, вот эта, вот эта бочка летающая? Она ещё меня бесит тем, что она взрывается, она убивает моих гоблинов. Так, хорошо. Слушай, а я прокрутился. Куда она летит? До бревна уже? Куда она летит? Да. Оп. Хорош. Оп. Хорош. Да, есть такое дело. Смотри, оп, оп, оп. 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 Приди к мэм. Блин, а что там умерло, что так быстро? О, всё, отлично. Что, кто где? Слышу голоса. Я слышу голоса. У тебя там опять твой этот, дискорд сервер, да? Супер дискорд. Я вижу, бочка летит куда-то далеко, значит, надо забрасывать вот сюда. Она же убьёт, смотри, какой тайминг. Блин, да это красиво было. Я сам в шоке. Тихо. Оп. Ой. Ой. Как же быстрая мортира-то сдохла. Блин, я ещё не успел прокрутиться. Азаб же не убивает, да? Нет. 700 хп. Блин, да-да. Вот так потихонечку урон проходит. Вот эта дрянь меня бесит. Тут всё хорошо, но если бы не вот эта бочка. Надо я тоже будет как-то заюзать, поиграть с ней. О! Ты... А, ну всё равно этого мало, блин. Три шестёрки, видишь? Это, знаешь, это хороший знак. Куда ты её кинул? Я первый раз вижу такой полёт бочки. Она как-то летела, как будто на главное здание. Так. Так эта фишка в этом такая, знаешь, типа ты кидаешь её, а она... Понятно, куда она полетит в итоге. Господи, спеллбейтеры, блин, со своими стратегиями. Так. Блин, а как урон прошёл-то, я не понимаю. Опять, ё, мне уже квартира на деф пошла. Я, ты, блин, как... Ты всё уже, ты решил, ты решил, ты решил дефаться, да? Блин. Да, есть, всё отлично. Я прокрутился до второй мортиры, сейчас, короче, смотри, что тебе... Блин. Летучие мыши. Давай, смотрю. Вот она, вот она. Я думаю, что ты, блин, этого снеговика на одну сторону, его же надо на другую. Блин. Да, я просто, ну, я так чисто, знаешь, по фанчику, по фанчику. Ну, блин. Ну, всё равно меня это не спасает. Я тебя, конечно, не спасаю тратить постоянно... Ты просто не даёшь мне напрягаться, да? Да, да, я не даю тебе выдохнуть просто, понимаешь? Как же быстро всё крутится, офигеть. Надо до бревна. Опа, отлично. Куда-то опять схитрил же, по-любому. Я тебя буду брёвнами добивать. А, бревно же наносит урон. Я же привык, что с гоблинской... Ой, с фарварской бочки все, а он не доходит. А мы ж по олдскульному играем, я понял. Ну да, у нас тут всё серьёзно. Посмотри, посмотри, что там у тебя. У тебя какие-то проблемы, нет? А, ёпта, наш мортир, они дамажат. Вышку дамажит, серьёзно. А, всё бревно. Ты уже можешь, по-моему, добить бревном, ты рофришь, да? Блин. Окей, окей. Чистая, чистая победа. Издевался надо мной весь поединок, ты видишь? Тупо на весь, весь поединок надо мной издевался, блин. А я такой... Мне просто нравится, что ты не можешь эту быструю кол... Я не успеваю сориентироваться, и эта мортира отвлекается постоянно, с чёрт возьми. Ну, я не знаю, зачем ты взял мортиру, типа, дешёвую деку. Хотя ты же играл вроде мортиру, да? Так вот именно, мортиру играл, думал, сейчас получится. Но я привык добивать этой, как её, ракетой. Ну да, видишь, ракета сюда не лезет. Либо шахтёрчик там, а тут видишь, только мортира, и всё. Так это не работает. Ну ничего, ладно. Первый поединок, чистая победа. Блин, ещё в конце рофлил. Я просто хотел, чтобы ты заметил. Ребята, с классика, просто классика, 2,9 эликсира. Сейчас посмотрим. Правда, она немножко не такой стоимости, но что-то я накидал по памяти. Вот такая вот моя вторая колода. Блин, ну я этим никогда не умел играть, но это, это просто, это всегда будет вечно. Это вечно. Я готов, ты готов. Ты вообще про новые карты что-нибудь знаешь, которые вышли? Ну, по-моему, последние. Давай две последние карты, которые появились. Землетрясение, я помню. Последние. Так, а ещё какая? По-моему, вот это от Гоблин. Так? Гоблин в клетке? Да. Или ещё что-то есть. Оп. А Рэм Райдер, ты помнишь, что такая есть? Кто? А, вот она, но наша, по-моему, ещё давно вышла. Но я ей не играл никогда. Но ты застал её появление? Да, да, застал, но она мне даже не прокачана. Я её выбил и всё, и я... Но она офигенная, на самом деле. Я-то мне даже спидос, когда это испытание прошёл, и всё, и на этом больше я не возвращался. Вот серьёзно. То есть, после того, как ты прошёл испытание с ней, больше ты не играл, да? Вообще, вообще. Без понятия. Я знаю, что это какой-то таран. У меня? Ну, этот. Или это, имеешь в виду, карта сама, да? Да, она похожа на таран. Она, типа, как таран, плюс ещё она оглушает, как-то чёрная. А, я когда-то помню. Я, короче, играл Голем 2 Принца, и я не понял, что такое. Чё мой принц стоит? А, да, она, вот, она, типа, вот, против Хога идеально просто заходит. Реально, идеально. Очень круто, очень круто. Так, а шути, ночная ведьма с вот этим, эээ... Смотри, у меня вот это. Как бы, смотри, что сейчас будет, просто, чекай. Блин, я немножко... В растерянности, окей, разряд. Разряд, так, смотри. Ведьма, я привык ведьму брать к тяжёлым, шо такое? Это же Хог. Взрывайся! Дама, она всё равно доходит, понимаешь? Офигеть! Смотри, что происходит! Ты, come on! А знаешь, почему? Почему здесь ведьма? Потому что, когда... Я её поставил до того, как ты сказал, про 2,6. Хога 2,6. Я недавно, я вчера только играл Хогом 2,6. Блин, ну... Ведьма не убивается одним заклинанием, а тебе нечем добить ведьму. У тебя фаербол и айспирит. У тебя больше нет заклинаний. А, зап тебя, по-моему, есть. Зап, да, было бы бревно, блин. Вот тебе бревно нужно, да, сюда. Но у тебя его нет. Но у меня его нет. Логично. Так, накидываем фаер, короче, я думаю, тут это... Блин, я хозы, конечно, тут уже, ты не дашь мне пройти. Ты что, на три короны? Подожди, что за уверенность в себе? Что такое? Ну, подожди, киберспортсмены... А, всё, я извини, бес попутал. Да, ты как бы, ты давай тут на серьёзных чах играть, а то тут мы как-то договорились. Да, всё, понял. А тут начинается, типа, ты в себя поверил, ты всякий... Что это такое, вообще, я не понял. Оп. Ну, фаербол, конечно, хорош здесь. Фаербол хорош. Смотри, вот, я выпускаю Remrider, смотри, что будет с Хогом сейчас. Так. А что он стоит? Капец, он сдох почти. Он чили! А подожди, она ещё и дамажит его, да, получается? Она и дамажит. Смотри, она кидает по рандомным целям, короче, всё дело. То есть, она, если, например, одна цель, она по одной будет кидать. Слушай, её улучшали или нет? Потому что впервые, когда я её увидел, она мне не понравилась вообще. Офигенная карта. Ты можешь пеку отдефать ей. Ну, то есть, шарик можешь отдефать. Ну, то есть, тебе какая-то надо, чтобы докинуть будет, но всё равно. Блин, круто. Буду иметь в виду, что это карта будет. Трэш. 2-0. Я даже не знаю, смысла уже в третьем поединке нет, но мы его сыграем, потому что я не согласен сухую проигрывать, тем более на моём-то канале. Тем более, король Clash Royale. Да, вы понимаете, как бы человек, который раньше пока не появился я. То есть, ну, всё очевидно. Вышел в тени, окей. Так, я не знаю, вот эту колоду, она может и не совсем правильная, потому что, ну, я уже забыл комбинацию, но пускай будет так. Пускай будет так. Что-то подобным я мочил. Мочил, причём неплохо, так, добряче, как кажут у нас. Я готов. Гарный хлопцы и девчонки, третий раунд. Ах ты ж, блин. Хорошо, хорошо. Поехали. А между прочим, кстати, насчёт украинского языка, я недавно только думал, что по факту это один из самых, ну, красивых языков. Он красиво звучит. Да, а мне кажется, наоборот, таким жёстким он сложным каким-то. Нет, знаешь, вот есть как бы, ну, если сравнивать его с русским языком, то кажется, что да, он как бы немножко грубее. Но по факту, ну, например, самые красивые девушки, например, украинские, я считаю. А если в России брать, то это, это, знаешь, это, это, этот Краснодар, Ростов, короче говоря, и что-то ещё. Ну ладно, я не думаю, что кому-то здесь интересно. Тема девушек, ты же плашная лица. Ну да. Так, а шо ты, подожди, чем мы играем? Я что-то пропустил. Я не знаю, я пытался сформулировать мысль про девушек, а ты мне тут накидал какого-то дерьма с принцем-дровосеком. А, да, я с принцем-дровосеком. Ну ты понял, да, шо тебя ждёт сейчас? Да, я понял, что у тебя, видимо, дабл-принц-голем. Ну только у меня как бы... И вот корона, вот, она тут не просто так у него на голове. Да. Понимаешь, она тут звёздные эти появились. Шо? Что, прости, это... Как он? Это топ-карта. Рояль-гигант, во, рояль. Да, это Корги! Коргей. Вот так вот. Нет, 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 это уважительнее, пожалуйста. Да, всё, понял. Это всё, это уже прошло то время, когда шквар или Коргиганта. Сейчас это мелко. Поосторожнее, человек, я молодой, я понял. Не, на самом деле, Коргигант, он же метой стал, если я не ошибаюсь. А ты не просто не ошибаешься. Так, ну, окей, будет ответочка или что ли, так и будем. Я сейчас пытаюсь, подожди, я пытаюсь. Я взял такие карты, которые ты как бы должен... О, 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 о. Стяжечка, стяжечка, смотри, что делает там, ага, всё. Ну жесть, блин, урона. Ну, конечно, это Королла на трёшку выносит. Не, ну я немножко расстроен, что не забрал на три, да, немножечко осадочек остался. Ну, я, потому что максимально пытался здесь. Но, насколько я знаю, слушай, насколько я знаю, в этой колоде нету... Да, да. Ну, они тут есть разные, конечно, варианты, но... Тут, да, есть разные вариации, но вот, насколько я знаю, что столько зал там есть. И, исходя из этого, у меня есть идея, как бы, сделать то, что ты не успеешь просто-напросто... То есть, уверен. Пойдёшь на три, я понимаю, я понимаю, это логично. Это логично, более чем. Так, хорошо. Но мне, мне, мне нужно максимально попытаться успеть. А, кстати, 25 секунд, не так уж, что и бодро я иду. Разрядик, плиз, плиз, стип, тихо-тихо, так, хорошо, есть. Попробуем вот такой вот хитрый, безумсилатый способ. Пиш, пиш. Ну, слушай, я не думал, что ты так меня в напряг поставишь. Я думал, я вообще на три короны до двойного заберу. Да, ну ты хорошо сыграл, видишь, у меня не было ответов. Ну, было бы торнадо, кстати, может быть, мне было бы попроще. Ну, да, либо какой-то побольше мусора. У тебя, видишь, юниты такие, которые принцем убиваются. Да, у меня сингл, сингл, таргет. Слушай, ну, всё равно, на моём канале я потерпел крушение. Ребята, вам теперь надо посчитать, потому что я запутался. У нас там два, вам там два балла, там одно, я вообще не понял. Да, посчитайте, посчитайте и напишите в комментарии. Короче, дорогие друзья, олды, фанаты Клэш-Рояля, те, кто хотят видеть подобные ролики, дайте максимальную поддержку, чтобы мы вас видели. Блин, я вот эти голоса слышу, я не знаю, слышите ли вы, ребята, но это, походу, из-за дискорда, я потом разберусь. Поставьте лайки, подпишитесь на канал, перейдите на канал Экса, он каждый день стримает Клэш-Рояль. И если вы хотели, чтобы это был не единичный случай данной коллаборации, а чтобы мы, ну, на постоянной, может, рубрике, там, раз, два раза. Ну да, раз в неделю, например. Да, чтобы не приедалось, там, периодически записывали, но с вашими, конечно же, идеями. Дайте поддержку, дайте лайки, потому что, ну, будет интересно записывать. А надо понимать, интересно ли вам сейчас реально на канале Холдика встретить Клэш-Рояль? Да, потому что тут отрицать бессмысленно, что в основном вы на меня большинство подписаны из-за Бролстарса. Ну, посмотрим, какая часть еще в рояль играет, потому что я уверен, что и такие парни найдутся. Да много, мне кажется, много, просто новые зрители больше по Бролстарсу. Да. Но я думаю, что олды ждут, олды ждут. Слушайте, было весело, прикольно, я буду рад видеть еще подобные коллаборации и встречи, но надеюсь, вы тоже, ребята. Спасибо за просмотр, спасибо, что позвал Клэш-Рояль, потому что это его идея была. Я бы еще, не знаю, я бы, наверное, не вернулся бы вот так вот просто внезапно записать. Поэтому, олды, цените это. Спасибо, спасибо, что согласился покатать, поиграть, получилось весело. Спасибо, ребят, что смотрели. До новых встреч, увидимся, да, ставьте лайки. Пока.